Макеевский комбинат детского питания В прошлом году югорчане восстановили в Макеевке 131 многоквартирный дом, 8 детских садов и школ, здания МФЦ, отремонтировали 7 помещений, пищеблоков в образовательных организациях. Артисты Пытьяхского театра МОД «Параллели времени» будут блистать на ВДНХ. А сейчас пока готовятся к этой поездке. Участницы предстанут в костюмах, раскрывающих красоту югорского края. Пытьяхцам есть чем удивить посетителей московской выставки. Параллель времени существует уже 24 года. Сейчас в составе коллектива 40 моделей. В прошлом году театр стал лауреатом Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Дети творчества. Дружба». А еще участница коллектива Соня Хамзина вошла в топ-30 Всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России». Она представляла ЮГРУ. Руководитель театра МОД и автор уникальных костюмов Лилия Фролова вошла в топ-13 лучших дизайнеров России. Публике она представила свои нашумевшие коллекции «Морозные узоры» и «Рожденные в снегах». В первый раз в жизни профессиональным моделям я отдала свою коллекцию. Очень, конечно, стеснялась. Думала, сейчас избалованные модели скажут «Боже мой, там коллекция сделана в каком-то небольшом городе». Но это было, конечно, незабываемо. Незабываемый опыт, знаете, когда все творческие люди, которые прошли отбор тщательный. Там были реконструкторы, которые по историческим лекалам, по историческим меркам создают костюмы. Были, конечно, люди, у которых костюмы стоили только по 500 тысяч, одно платье с настоящим серебром. В прошлом году Лилия Фролова выиграла грант-губернатора, который вложила в создание новой коллекции костюмов под названием «Трансформер». Ее представят пытьяхцам в 2024 году. До показа осталось несколько месяцев. На этот период у дизайнера и ее воспитанниц запланирована поездка в Москву на ВДНХ. Ученики шестой школы Коголыма примеряют профессию журналистов. Уже полгода здесь действует свой медиа-центр. Учащиеся ведут школьные соцсети и рассказывают о внутренних событиях. Причем каждую неделю ребята пробуют новую специальность. Стать журналистом, оператором, режиссером может каждый из них. Правда, пока, как признаются участники проекта, их творческие возможности ограничены, не хватает оборудования. Исправить ситуацию поможет конкурс инициативных проектов от администрации города. Школьники уже заявились на участие. Больше всего мне понравился оператор и монтирование, монтирование, потому что как-то полегче с данным языком, с разными программами операторства, потому что я был постоянно участником из центра событий. В состав нашего медиа-центра должны входить кинозал, видеостудия, фотостудия, радиоточка должна войти. Но радиоточки у нас нет, потому что нужно покупать оборудование, соответственно, в видеостудии у нас не хватает оборудования, то есть нам нужно камеру закупать, хромакей, пульты. Ну, все, соответственно, все для хорошего, качественного контента.